Доброе утро, уважаемые друзья! Я предлагаю всем, кто хочет начать работу в рамках павильона «Цифровой мир», присаживаться, пожалуйста. Так, прекрасно, прекрасно я встал, как раз все видно. Собственно, меня зовут Игорь Богачев, я руководитель IT-кластера «Сколко». В принципе, просто вышел вас поприветствовать и обратить внимание на программу павильона, что мы сегодня будем делать. Обратите внимание, у нас сегодня очень большая программа с точки зрения пич-сессий, 6 пич-сессий, которые заканчиваются в 8 вечера. Это информационная безопасность, это цифровые технологии для массового рынка, цифровая розница, интернет-вещей, роботы и коммуникации, и дютеймент, и связанные с этим вещи. И последнее, это B2B, связанное с цифровым моделированием. Коллеги, которые принимают участие в пич-сессиях, обратите внимание на эти некачественные фотографии. Это коллеги из IT-кластера, которые будут модераторами сессии сегодня, поэтому можете подойти, заранее познакомиться, понять, как вам принять участие наиболее качественным образом, особенно если вдруг вы принесли новую версию презентации, что обычно и происходит накануне любой пич-сессии. Вот, также я хочу переключить слайд. Обратите внимание, что помимо официальной вот этой вот программы, у нас есть также несколько номинаций от наших партнеров, которые находятся в этом зале. Это Сбербанк, это Cisco, Intel, которые также будут определять свои номинации сегодня, выбирать те компании, которые им больше всего нравятся, и, соответственно, будут объявлять сегодня с 7 до 8 вечера победителей своих номинаций на главной сцене. И параллельно, соответственно, мы сегодня запускаем конкурс по информационной безопасности iSecurity с помощью наших партнеров Cisco, InfoWatch, Semantic и Borlas. Соответственно, Сергей Ходоков, который ведет первую сессию, собственно, основной оператор этого конкурса, поэтому обращайтесь. И завтра, завтра, для тех, кому интересно, будет тоже интересная программа, кто сможет доехать завтра до нас. Будут круглые столы и выступления. IBM расскажет о своих новых технологиях для разработчиков. Будет круглый стол по цифровой рознице. Также будет круглый стол по стартапам, в область, соответственно, которые занимаются носимыми устройствами и дополненной реальностью. SAP расскажет про цифровое предприятие и какие направления технологии наиболее востребованы. И дальше будет продолжение сегодняшнего конкурса, который начинается сейчас. Это круглый стол по IT Security. Собственно, на этом я свое приветствие завершаю. С программой вас ознакомил. Передаю слово Сергею, который, собственно, непосредственно уже будет модерировать первую питч-сессию, которая посвящена информационной безопасности. Спасибо. Тогда это завтрашняя презентация. Это завтрашний круглый стол, который, соответственно, состоится в 15-30. Продолжительность у него будет, соответственно, 45 минут. Там чуть побольше, на самом деле, у нас по времени получится. И сейчас тогда я хотел бы перейти непосредственно к 5-7 проектов. Сегодня мы заслушаем 12 проектов, которые были отобраны экспертами. И, соответственно, я хотел бы пригласить первый проект. Это Altel VDI. Продукт защиты персональных и корпоративных данных для мобильных устройств. Прошу на сцену. Напомню, регламент у нас 4 минуты на презентацию. И очень хотелось бы, по возможности, 3 минуты на вопросы жюри по проекту. Можно начинать, да? Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Франц Викентий. Я директор компании Altel. Мы разрабатываем продукт Altel VDI для корпоративного рынка. Мы решаем проблему защиты персональных и корпоративных данных, хранимых на мобильных устройствах. Делаем мы это проще и удобнее для пользователей, благодаря тому, что, в отличие от конкурентов, наши средства защиты интегрированы непосредственно в устройство. И средства защиты разделяют персональные и корпоративные данные физически. Значит, использование устройств мобильных становится нормой. И, как правило, на мобильных устройствах хранятся и персональные, и корпоративные данные. И сотрудники работают с этими устройствами за пределами офиса. Установленные средства защиты, как правило, создают проблемы и неудобства. Блокируются различные доступы к приложениям и сервисам. К тому же средства защиты не позволяют предотвратить угрозу в случае потери или кражи устройств. Технология, то есть современный тренд развития работы на устройствах, он диктуется следующими соображениями. Как правило, сотрудникам разрешается приносить свое устройство на работу, и это создает дополнительные проблемы для защиты данных. Рынок растет и в 2017 году достигнет объема порядка 300 миллионов устройств в год. На сегодняшний день существует решение по защите данных. Это управление мобильными устройствами и инфраструктура виртуальных рабочих столов. В отличие от конкурентов, наше средство защиты не только предназначено для предотвращения доступа к корпоративным данным, но и также защищает персональные данные. Наши средства защиты интегрированы непосредственно в устройство, поэтому обойти их невозможно в случае кражи и потери. К тому же средства защиты не требуют установки дополнительного программного включения на само устройство. Как мы планируем построить продажи? У нас две стратегии вывода решения на рынок. Первая – это собственный бренд. Для этого мы договорились с крупнейшим производителем техники компании Pegatron. И второе направление – это лицензирование ведущим ОЕМ-производителем техники. Команда – это бывшие сотрудники компании AMD, которые руководили и развитием бизнеса, и разработкой программного обеспечения, ну и сотрудники компании Altel. Текущий статус проекта. Мы прошли достаточно большой путь. В настоящий момент у нас разработан прототип и подписаны соглашения с ведущими производителями техники. Стратегия продаж у нас следующая. Значит, мы должны подписать соглашение с одним из крупных российских заказчиков, ну и в случае успешного развития проекта выйти на международный рынок. Инвестиции. Значит, мы уже инвестировали 3 миллиона долларов, и нам необходимы деньги, чтобы завершить разработку. Для этого мы готовы отдать долю компании. Большое спасибо. Как раз 4 минуты подошли. Спасибо за интересный рассказ. Уважаемые члены жюри, прошу вас задавать вопросы. Наш волонтер поможет микрофон. Спасибо. Но мы не поняли, в чем суть продукта состоит. А суть продукта – это интеграция средств защиты непосредственно в устройство, в биос. То есть вы будете забирать устройство и как туда что-то интегрировать? Да, устройство будет поставляться уже с интегрированными средствами защиты. Прямо с завода. Прошу, следующий вопрос. Ну, если мы говорим про VDI, я понимаю, что у вас используется какой-либо зашифрованный канал от клиента до какого-либо сервера. Да, именно. И серверная часть, и клиентская часть мы ее разработали. То есть это завязано на вашу серверную часть. И еще вопрос, если я правильно понял. Значит, у нас универсальный клиент, он позволяет работать и с VDI решениями Microsoft, Citrix и другими. И тогда, соответственно, вопрос, какие алгоритмы шифрования используются от клиента до сих пор? Российский и западный. АЕС и ГОСТ. Спасибо. Добрый день. У меня два вопроса. Первый вопрос. Кто-нибудь анализировал, насколько ваши средства защиты соответствуют каким-то мировым стандартам вообще известным? То есть, наверное, либо нужно провести такой анализ? Да, мы используем рекомендации НИСТ для средств защиты. То есть мы их придерживаемся. Вы не поняли. Речь идет не о рекомендации, а просто конкретно ваше решение. Кто-нибудь анализировал? То есть алгоритмически полностью расписано решение. На сегодняшний момент мы работаем по российскому законодательству, поэтому анализировали только российские эксперты. А если не секрет, можно назвать фирмы или организации? Ну, это ФСБ и ФСБ. То есть вы хотите сказать, что у вас есть лицензия ФСБ? Да, и ФСБ тоже. Спасибо. Вот если я правильно понял, вы употребили слово MDM, Mobile Device Management на одном из своих слайдов, да? Да. Вот здесь вы как конкурируете с достаточно уже сложившимся рынком? Да, мы конкурируем, но MDM они неудобны, как правило, для работы дома. Это ваше личное мнение? Ну, это не мое личное мнение, это Гартнер, IDC приводит такие оценки. Опять же, MDM не защищает от всех угроз, особенно там. Ну, хорошо, вот приведите пример того, что не делает ни один из существующих MDM-ов, но делает ваш продукт. Значит, это, например, шифрование персональных данных и запрет доступа к персональным данным на устройстве, да? Когда человек работает в корпоративной среде. Большое спасибо за интересный рассказ по проекту, за ответы на вопросы. Благодарим спикера. И как раз я хотел бы пригласить, рассказать про свой проект следующую команду. Это группа IB, проект BrandPoint Protection, система охраны интеллектуальных прав в сети интернет. Да, презентация уже есть. Раслан, прошу. Коллеги, добрый день. Руслан Кривулин, компания группа IB. На самом деле мы в рамках проекта Сколково разрабатываем продукт под названием CyberCop с 2011 года, который состоит из четырех основных блоков, представленных на этом слайде. Это ThreadCenter, это система мониторинга ботнета с целью обнаружения DDoS-атак. Это так называемая система CyberCrime Monitor, которая является системой по анализу и корреляции данных. Система Fraud Monitor, которая является системой для обмена в банковском сообществе по фактам выявленных противонарушений и по хищениям в системах ДБО. И система BrandPoint Protection, о которой я буду сегодня подробно рассказывать. Это SaaS-решение по охране интеллектуальных прав в сети интернет. И один из его подблоков – это направление анти-piracy. Начну с того, что в современном мире существует несколько угроз для брендов, которые наше решение позволяет покрывать и им противодействовать. Это фишинговые сайты и сайты, использующие наименование крупных компаний. Это цифровое пиратство, музыка, видео, ПО, книги и так далее. Это продажи, реализация контрафактной продукции в интернете, факты черного пиара и факты распространения конфиденциальной информации. Собственно, подробнее о нашем решении. Сервис BrandPoint Protection представляет себя, как я уже сказал, SaaS-решение по защите интеллектуальных прав. Первый блок – это защита интеллектуальной собственности, либо анти-piracy, в рамках которого мы можем отслеживать все факты распространения цифрового контента на пиратских ресурсах. Это известные всем торрент-трекеры, это социальные сети, в которых вы можете легко посмотреть фильм, и другие ресурсы, на которых можно скачать ту или иную продукцию. Соответственно, система обнаруживает все факты распространения и может в автоматическом режиме блокировать раздачу, закрывать торрент-трекер, закрывать факты просмотра онлайн-видео, удалять возможность скачать какой-либо журнал и так далее. Защита деловой репутации – это, соответственно, работает по тому же принципу. Мы находим все факты распространения конфиденциальной либо очерняющей информации, и там, где возможно, с каких-либо ресурсов мы эту информацию можем удалять, либо каким-то образом ей противодействовать. Мониторинг рынка контрафактной продукции. Здесь речь идет о распространении, скорее, физического контрафакта. Это одежда, это, может быть, какие-то минеральные удобрения, товары из сферы лакшери. Мы также можем обнаруживать благодаря данной системе все эти источники и оперативно их закрывать. Таким образом, повышая официальный канал дистрибуции. И повышая официальный канал дистрибуции. И мониторинг мобильных маркетов – это мониторинг площадок App Store, Android Market и так далее, с целью нахождения мошеннических приложений и их, опять же, закрытию. По оценкам западных исследовательских компаний, на 2012 год рынок защиты брендов составлял 2,2 миллиарда долларов. Планируемый объем рынка в 2018 году будет составлять 3,8 миллиарда долларов. Потери права обладателей от интернет-ператства на текущий момент составляют порядка 1 миллиарда долларов. Собственно, проблема существует, поэтому с этим нужно как-то бороться. Я, наверное, уже перейду к требуемым инвестициям. Для развития проекта нам требуется сумма в размере 7 миллионов рублей. Также вы можете увидеть, какие мы ожидаем поступления в 2015 году и в 2020 году. На что мы планируем потратить деньги? Это увеличение количества и мощности серверов. Следующее. Это развитие технологии, так называемый, Content ID для, опять же, улучшения качества и объема поиска контента и его анализа. Это создание user-friendly интерфейса для предоставления пользовательского доступа. И это различные пиар-активности с целью выхода на международные рынки. Руслан, большое спасибо. Как раз время уже вышло за регламент. Уважаемые члены жюри, прошу вас задавать вопросы, Русланда. Не очень понял идею по поводу удаления серверов информации, скажем так, нарушающей авторские права. Ну вот, например, кто-то выложил на YouTube фильм, который туда не должен был выложить. Как технически вы его там удалять будете? Технически эта функция уже реализована. У нас есть с YouTube договоренности. Мы имеем так называемую админскую панель. В случае обнаружения фильма по различным метрикам, начиная от названия длины и по технологии так называемого фингенпритинга, мы удаляем фильм, наверное, в течение часа-полутора после его появления на YouTube. Если, безусловно, у нас есть все документы, подтверждающие права на этот фильм. То есть это подразумевает наличие соответствующих соглашений с ведущими контентными провайдерами? Безусловно. Наличие соглашений с провайдерами, та же социальная сеть ВКонтакте, можно сказать, наш партнер в этом направлении, и это наличие договоренностей с крупными правообладателями, кинокомпании, издательские дома и так далее. И еще короткий вопрос. По бизнес-модели совершенно не услышал, каким образом вы планируете зарабатывать деньги? Мы планируем зарабатывать деньги, причем предоставление не исключительных лицензий на пользование системой. То есть правообладатель получит логин, пароль, сможет отслеживать и самостоятельно управлять, скажем так, настройками по удалению либо выявлению того либо иного контента. Вопрос следующий. Вот конкурентное преимущество ваше в чем, как вы видите, если они заключаются всего лишь в том, что у вас есть сейчас соглашение со всеми основными хостинговыми провайдерами, и вы это удаляете, фактически может появиться аналогичная компания, которая, в случае, такие же соглашения будет предоставлять такой же сервис. В чем, собственно говоря, преимущество ваше именно? Преимущество нашей компании заключается в том, что помимо наличия указанных вами соглашений с провайдерами, мы, точнее, основная наша компания, я представляю R&D подразделение, основная компания известна тем, что занимается расследованием киберпреступлений. То есть мы можем покрыть полный цикл, скажем так, киберпреступлений. То есть мы можем найти и закрыть контент, если есть интерес, мы можем найти человека, то есть пирата и его привлечь к ответственности. Насколько мне известно, на рынке таких компаний на текущий момент нет. У меня вопрос, что вы удаляете конфиденциальную информацию с сайтов, а это как вы делаете? Путем, есть определенная база, скажем так, сайтов, на которых часто распространяется данная конфиденциальная информация. У нас есть сведения по владельцам данных ресурсов. То есть мы им направляем такое же претензионное письмо, какое мы, например, направляем в адрес какого-либо сайта торрента. И путем договоренности мы ту или иную информацию удаляем. Будь то статья, будь то фото нашего заказчика, ну, либо логотип его бренда и так далее. Но, как известно, информация расходится волнами дальше. Дальше-то вы что с ней делаете? Безусловно. То есть если говорить о работе с репутационными рисками, то есть нужно в первое, скажем так, время, когда мы выявляем какой-то негатив, его приостановить. Зачастую информация может идти через какие-то социальные сети, через ЖЖ и так далее. Если мы успеваем в течение суток-двух ее приостановить, то дальше она уже не пойдет. Коллеги, я должен напомнить про наш регламент. Большое спасибо за вопросы, большое спасибо за ответы и выступления Руслана. И я хотел бы как раз пригласить на сцену следующий проект. Это проект iVideon. Такой проект в более широком, наверное, смысле общего обеспечения безопасности. Платформа облачного видеонаблюдения. Прошу приветствовать. Здравствуйте, уважаемые собрания. Я вам расскажу про iVideon. Мы тоже из безопасности. Мы делаем облачное видеонаблюдение. Видеонаблюдение через интернет. Скажем, вы хотите видеть, что происходит в соседней комнате с вашим ребенком. Или что происходит с загородным домом, когда вас нет. Или вы на вашей работе, вы ставите камеру. Камера посылает картинку в наше облако. И вы можете на своем мобильном устройстве смотреть эту картинку из любой точки мира. В облаке хранится ваше видео, как в дропбоксе. Облако присылает вам уведомления, если кто-то двинулся, например, в поле зрения камеры. Или если электричество выключилось. Этот сервис такой достаточно понятный. Его у нас также потребляют еще бизнесы, которые хотят следить за своими рабочими, как они хорошо работают, или анализировать какие-то параметры бизнеса. Бизнес-модель очень простая. Мы предоставляем услуги конечным пользователям. И мы хорошо умеем это делать. Мы в прошлые 12 месяцев заработали больше миллиона долларов на одном только архиве. У нас полмиллиона пользователей по всему миру. У нас 30 тысяч камер онлайн в любой момент времени, вот прямо сейчас. И 40 из них процентов платят. Но мы решили идти дальше. Мы решили, что можно взять и предоставить нас как платформу другим компаниям, чтобы они предоставляли на базе нашей платформы в сервис видеонаблюдения своим клиентам. Таким образом мы объединяем с ними наши маркетинговые усилия, наши каналы дистрибьюции, наши базы данных пользователей, и мы можем сразу дотянуться до гораздо большего числа конечных подписчиков по всему миру. Кто же вот эти вот компании в таком случае, кто потребители нашей платформы? Во-первых, телеком-операторы. Телефоника, Vodafone, Deutsche Telekom, T-Mobile. Вот все большие международные операторы, которые все время ищут, как бы повысить средний чек своего подписчика, как бы придумать новые value-added services. Они наши клиенты. Вторая группа — это так называемые OEM-производители. Philips, Samsung — такие крупные компании, у которых есть глобальная сеть дистрибьюции по всему миру, которые хотят, чтобы их оборудование, их камера стала умной камерой, чтобы конечный пользователь взял ее с полки и сразу начал пользоваться. И мы им это даем. И третий — это фабрики, производители оборудования, которые хотят не просто продать оборудование, но потом еще из облака немножко получить то, что revenue share называется, немножко прибыли из облака уже после продажи. И то, что я вам рассказываю, вот эта вот модель, она уже работает, она уже подтверждена. Я хочу вам сейчас показать успешные примеры. Philips. Камера Philips уже сейчас в Европе и в Англии продается с нашим сервисом. Вы можете зайти на их магазин и посмотреть. Камера Samsung в Восточной Европе, в бывшем Советском Союзе, уже продается с нашим сервисом. SoftBank, третий пример, это второй по величине оператор мобильной связи в Японии, и он уже продает детский монитор на нашем сервисе. Поэтому вот эта модель с платформой, она уже работает, она уже приносит выгоду и всем, и нам, и нашим партнерам. С помощью вот этих трех проектов мы выросли в 10 раз быстрее, чем росли бы сами без наших партнеров. И поэтому мы знаем, что можем добиться успеха с этим. Мы внимательно там посчитали рынок, изучили отчеты, мы знаем, что на следующие 12 месяцев целевой сегмент нашего рынка 6 миллиардов долларов. И мы готовы забрать 2% этого рынка. Сейчас мы ищем опытного технологического партнера, чтобы вместе объединить усилия для завоевания международного рынка. Нам нужно, как бы вот в эту машинку, о которой я рассказывал, просто засыпать больше денег, чтобы больше зарабатывать. Именно нам нужно 5 миллионов за долю в районе 25% акций компании. Мы потратим эти деньги на открытие новых офисов, расширение нашей сети дата-центров, доработку продукта для азиатского рынка и маркетинговые усилия. На этом время подошлось к концу. Большое спасибо. Уважаемые члены жюри, прошу задавать вопросы докладчику. Скажите, а проект сейчас прибыльный? Да, в прошлые 12 месяцев мы, как я говорил, заработали больше миллиона долларов на облаке. А облако – это такой наш сервис, который… Я не могу сейчас раскрывать все экономические показатели, но он очень прибыльный. Он реально нам приносит много денег. Про конкурентов вы ничего не сказали. Есть конкуренты? Конкуренты есть у той модели, где мы предоставляем конечным пользователям сервис. Например, есть известный пример. Это Dropcam в Америке. Компания, которая зарабатывает кучу денег, продавая такие же камеры. И здесь нам было бы тяжело с ними конкурировать, если бы мы не перешли на модель платформы. В модели платформы известных мне конкурентов нет. Нет никакой большой платформы с сетью дата-центров по всему миру, с колл-центром на трех языках, с огромным числом пользователей, известным на рынке, которая бы представляла подобные услуги. Вот здесь мы… Ну, нехорошо говорить, что там нет конкурентов, но на самом деле это так. Продолжаю вопрос о конкуренции. Вот вы выходите на три рынка. Там пишите Америка, Европа, Азия. С точки зрения потребителей на этих рынках, как их потребности отличаются? И все-таки какие конкурентные преимущества на каждом рынке вы будете использовать для того, чтобы выйти на этот рынок и активно работать? Да, действительно, было бы очень много сложной работы необходимо выполнить, если бы мы здесь из России пытались научиться, а как китайцу продать видеонаблюдение, а по какой цене он готов купить камеру, а какой конкретный набор услуг он потребляет. Мы этого всего не знаем. Мы вот в России научились это хорошо делать, а там мы не знаем. И поэтому мы идем к нашим партнерам, которые обладают опытом именно в том солевом рынке. Софтбэнк, они там крупнейшие операторы Японии. Наши другие партнеры, они тоже хорошо знают своего местного потребителя. И мы им даем платформу, а на базе нее они уже сами, может быть, даже под своим лейблом, настраивают ценовую политику и все прочее, потому что они знают своего клиента, как к нему прийти. А мы им предоставляем технологическую платформу для этого, чтобы они там через 3-6 недель уже запустились с нами. Здравствуйте. Вот речь идет все-таки и о том, что вы можете получить доступ к каким-то приватным вещам, да? Вот можете пару слов о том, как у вас безопасность и приватность обеспечиваются? Да, лично я на моем уровне знаю там, как называются протоколы передачи данных безопасные. Я знаю, как там у нас в облаке распределяется, как распределенная хранится информация. Я понимаю, что даже если кто-то получит доступ к нашему облаку, он просто не сможет все эти кусочки в единый видеоряд собрать. Лично я, как сотрудник, никогда не могу получить доступ ни к чьим камерам, как к своим. Но я понимаю, что все эти ответы могут не удовлетворить вас, как технического специалиста с глубоким знанием предметного вопроса. Поэтому я бы с удовольствием вас познакомил с нашим СТО, например, или с ЧИФом по безопасности, чтобы вы могли уже вместе более детально вне рамок этого обсуждения обсудить все вопросы. Может быть, вы на своем блоге потом напишите, как вы в едионе организована безопасность. На этом большое спасибо за рассказ. Я хотел бы сейчас пригласить на сцену представителя следующего проекта. Это компания OnSec Inc. А проект называется Valarm. Прошу. Раз, раз. Да, добрый день. Меня зовут Степан. Я бы хотел вам рассказать про продукт Valarm. Это решение предназначено для защиты веб-приложений от хакерских атак. Собственно, мы делаем веб-ликейшн Firewall функцией по контролю уязвимостей. Собственно, какую проблему мы решаем? Мы занимаемся 2009 года аудитом информационной безопасности веб-проектов. У нас довольно много крупных заказчиков, в банке, интернет-компании. После каждого аудита заказчики говорят, спасибо, ребят, вы нашли очень много уязвимостей, мы их сейчас исправим, но у нас, к сожалению, завтра, через неделю новая выкладка кода, будет новая уязвимость, и нас опять поломает. Или там некоторые компании говорят, у нас новый код выкатывается 10 раз в день. Вот что нам делать? Соответственно, мы пытались придумать решение, которое могло бы обеспечить безопасность как процесс. Пробовали устанавливать различные решения в области веб-апликейшн Файрвола, пробовали бесплатные и открытые мод-секьюрити на аксе, пробовали платные, вроде не первые, но везде видели какие-то свои проблемы. Соответственно, 2009 года мы начали разрабатывать не очень активно тогда свое решение, которое сейчас есть в виде продукта Valarm. Так, куда кликать? К сожалению, старая презентация, но ничего страшного. Собственно, чем мы выделяемся, и почему мы другие? Мы с самого начала, во-первых, целились на очень высокопроизводительные проекты. Собственно, у нас есть разные режимы деплоя, асинхронные и синхронные, мы это уже пробовали в высоконужных проектах. Мы с самого начала понимали, что просто детектировать атаки и просто блокировать атаки, это недостаточно. Нужно показывать конкретные проблемы в приложении, искать уязвимости, рассказывать о том, как исправить. То есть у нас не просто в Application Firewall, у нас еще встроенный активный пассивный сканер уязвимости, и мы умеем рассказывать, как это исправить. Большая проблема большинства таких решений, то, что они используют сигнатуры. Сигнатуры медленные, сигнатуры докладывают оверхеды, сигнатуры не покрывают весь список атак. Мы с самого начала хотели от этого отойти, поэтому мы используем машины обучения, много статистики для того, чтобы понимать паттерны работы приложения, паттерны работы пользователей, строим корреляции, много машин ленинга и много статистики для того, чтобы, во-первых, настроить наше решение, во-вторых, потом для того, чтобы детектировать атаки на основе поиска аномалий и таким образом нивелировать количество ложных срабатываний. Как это выглядит? Общими мазками. То есть есть Valarm Node, это то, что устанавливается в инфраструктуре компании. Эта штука построена на базе Nginx, сейчас веб-сервер, который используется 35% самых нагруженных сайтов, топ-1000 нагруженных сайтов. К нему поступает запрос к приложению, он их фильтрует на основе каких-то правил, и фильтрованные запросы поступают на новые приложения. Собственно, вопрос, какие вот эти правила. Правила формируются у нас в облаке. Облако вот внизу написано Valarm Cloud. Все вот эти инстанции Valarm Node, их довольно много бывает в компаниях, в зависимости от трафика, они передают метаинформацию о трафике, мы ее анализируем у нас в облаке, понимаем, как работает приложение, какие скрипты, какие параметры приходят, как ведет себя приложение в том или иной случае, и строим такую модель работы приложения и правила для блокировки, которые передаются на вот эти инстанции моды. Собственно, на какой рынке мы собираемся работать, если посмотреть рынок веб-эпликающих файролов, это 437 миллионов в 2013 году, он активно растет, там есть большой игрок МПР, который в прошлом году произвел 137 миллионов из этих 437. Как мы продаем? У нас есть разные подходы. Как я сказал, можно продавать вот эти Valarm Node, когда продаются вот эти виртуальные инстанции, но при этом используется наше облако. Для некоторых клиентов это крупные компании, которые не хотят выдавать трафик за пределы своей инфраструктуры, мы можем полностью развивать свое решение. Это Valarm Standalone мы называем. И у нас сейчас есть, благодаря нашему партнерству с сетью фильтрации Куратор Network, полностью облачное решение, когда клиенты могут включить защиту за 5 минут, просто одной строчкой в DNS записи. Соответственно, клиент сразу получает защиту от DDoS и защиту от хакерских атак. При этом у Куратора уже есть большая база клиентов, мы сейчас их активно конвертим на подписку еще на Valarm. Кто мы такие? Как я сказал, компания OnSec с 2009 года занимается аудиоинформационной безопасностью. У нас довольно много разных именитых клиентов, как интернет-компаний, так и финансовых учреждений, некоторые логотипы. В нашей команде есть Иван Новиков, Сергей Недосоврать, один из самых известных аналитиков в безопасности. У нас есть человек, который строил полностью струю, мастер хоста. Я занимался, издавал журнал хакер. Нас проинвестировал Runa Capital, сейчас активно Дмитрий Галеперин, Сергей Балуф участвует в формировании стратегии компании. В общем, мы здесь для того, чтобы скорее рассказать себя, поискать партнеров, как в настоящий момент инвестиции мы не ищем. Буду рад ответить на вопросы. Степан, большое спасибо за рассказ. Уважаемые члены жюри, прошу вас задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, вы нашли какую-то аномалию, появилась и вы заблокировали доступ. А если это жизненно важно до бизнеса? Как если это оказалось, что вещь необходимая и бизнес подел в умытке? Я не понял, какая обратная связь? Как разблокировать обратно бизнес, если это ошибка? Спасибо. False positive, да, вот эти ложные срабатывания – это важная штука. То есть нужно соблюсти большую эффективность блокировки при минимуме ложных срабатываний. Мы довольно успешно, во-первых, обеспечиваем минимальный уровень срабатывания за счет вот этого машинного обучения. Но что произошло, если ложные срабатывания есть? Ну, естественно, там выдается пользователь какая-то заглушка, но вот он уже может обратиться, чтобы его разблокировали. Но в целом это довольно живая система. Она не блокирует там на бесконечное количество времени этого пользователя. То есть она видит какой-то запрос или там череду запросов, которые кажутся аномальными, их конкретно заблокируют, но она не значит, что она блокирует полностью пользователя. То есть я так понял, что в ручном режиме пользователь должен куда-то звонить или сообщать, или писать, или еще что-то делать. Правильно, да? Просто есть разные механизмы блокировки. Тут много деталей, я могу подробнее рассказать. Некоторые клиенты, например, включают этот продукт в режиме мониторинга вообще без блокировки. Как раз на случай, когда это очень критически важно. Не потерять трафик никакой. Простите, наверное, я первый. Вы упоминали слово машин-лёнинг, такое очень неосторожно, по-видимому. Но в сущности все методы определения аутлайеров, определения разладки, это и есть одна из частей машин-лёнинга. Машин-лёнинг последние 10 лет развивается со страшной силой. В сущности вы занимаетесь, если говорить точно, решением многомерной задачи о разладке. Теоретически она не решена. Это хорошо известно. Решена только одномерно. Есть ли в вашей команде какие-то серьёзные математики? Потому что без этого это всё ерунда. Это действительно серьёзная математика, очень серьёзная математика. Этим занимаются десятки компаний в мире. Гигантское количество публикаций. Сейчас это наиболее публикуемая вещь. Есть ли в вашей команде серьёзные математики? Вот мой вопрос. А публикации по машин-лёнингу имеете в виду? И по машин-лёнингу, и по классификации, и многомерная разладка. На самом деле, то, чем вы занимаетесь, называется многомерная задача о разладке. Она не решена. В общем случае, она не решена в мире. Смотрите, машин-лёнинг – такой buzzword, как вы правильно заметили. Популярное слово, под которым сокрывается довольно много чего. И что я хотел сказать, мы делаем профилирование в приложении. То есть мы смотрим, как оно работает, смотрим, какие запросы приходят, смотрим, какие параметры принимает приложение, смотрим, как себя ведёт приложение. И строим паттерны и модели работы нормальной приложения и ищем отклонения от этого. То есть это сложная задача. У нас есть люди-олимпиадники и математики, которые это занимаются и активизируют. Я не думаю, что это публичный человек, он говорит Константин Салахов. То есть это человек, который участвует в олимпиадах по информатике. В машин-лёйнинге такой фамилии неизвестно. Sorry. Самый главный мой пойнт, то есть машин-лёйнинг – это важная штука. У нас много обучения, много статистики. Но это не главное. У нас большая экспертиза в области безопасности и большая экспертиза в том, как эти продукты работают, какие у них есть проблемы. Мы их стараемся решить и защитить наших пользователей. Коллеги, вынуждены напомнить про наш регламент. Большое спасибо Степану за интересный рассказ по проекту, за ответы на вопросы членов жюри. А сейчас я хотел бы пригласить на сцену следующий проект. Проект, представленный Санкт-Петербургским государственным университетом IPPEAR. Как это работает? Ага, понял. Добрый день. Меня зовут Алексей Станкс. Я руководитель проекта IPPEAR. Действительно, мы этот проект делаем совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом. Ну, поехали. В самом деле, в чем заключается идея? То есть, команда, которая выходца, я потом буду говорить откуда, много на собственном опыте показывало, что 90% ошибок, которые находятся в интернете, на сервисах, это те или иные реализации кода, причем, как правило, быстрые, в самом конце, на каких-нибудь скриптовых языках. И на самом деле там самое большое количество ошибок. То есть, мы можем говорить, что 90% ошибок заложено вот в последние мили, если так можно назвать, софта. И поэтому часто встают вопросы, вообще наш сервис, он обезопасен, небезопасен. То, что мы дописали, он вообще какой-то имеет ошибки и так далее. И также посмотреть, на самом деле, на те новые уязвимости, которые позволяют то, что не всегда хорошо реализовано среди конкурентов. На самом деле, кто в команда? В первую очередь, это выпускники Новосибирского и Санкт-Петербургского государственных университетов. Те ребята, которые всю жизнь после окончания вузов занимались безопасностью. Многие из них работали в таких компаниях, как Яндекс, Мейл.ру или в международных проектах, в том числе старых, типа а-ля Глобус. Что же мы предлагаем сделать? Мы предлагаем разбить на две пакет для разработчиков или для тех компаний, которые все-таки что-то пишут и эксплуатируют, на две части. Одна часть связана с тем, что мы можем просканировать сервисы на известные уязвимости, например, используя репозиторию CVE, или же проводя реинжиниринг реализации тех или иных известных протоколов. Примеры проводить не надо, достаточно много в последнее время ровно на этом было создано ошибок. Вторая часть – это именно анализатор исходного кода. То есть многие конкуренты, которые у нас есть, они анализируют бинарники, дергая их за системные вызовы, как правило. Мы предлагаем ограничиться теми языками, которые сделаны для веб-программирования основными. Также четко понятно, что 90% ошибок в конце. На самом деле те ошибки, которые делаются, они конечны. Мы не говорим, что мы закроем полностью, но мы достаточно сильно можем убрать те ошибки, которые люди достигают, делая простое программирование. Кому это надо? На самом деле практически всем, кто так или иначе вовлечен в эксплуатацию сервисов или вовлечен в разработку их. Начиная от правительства, заканчивая просто обычными веб-разработчиками. Вот если смотреть на… мы считаем, что взял два самых таких ярких в последнее время производителей либо сканеров, либо анализатора бинарника, это коденомикам и Акунетикс. Можно посмотреть, что все-таки Акунетикс, они больше занимаются исключительно вопросами сканирования, а коденомик, они действительно пошли близким к нам путем, а не анализируют именно бинарные коды на уязвимости. Мы предлагаем все-таки уйти немножко дальше, не анализировать бинарный, а анализировать сам код. То есть не компилированная вещь, а код. Посмотреть, что там будет. Потому что мы считаем, что это на самом деле быстрее можно найти ошибки и каждый раз не надо перекомпилировать. То есть можно на этапе создания софта уже вытаскивать ошибки. По бизнес-модели мы считаем, что на самом деле большинство это все-таки будет B2SMB, хотя Enterprise тоже. И решение как коробочное для больших компаний, так и SaaS-модель. Сейчас мы делаем прототипирование. Явно не хватает финансирования на этом, у нас есть лаборатория. Поэтому мы в принципе ищем инвестиции в районе 1-1 миллиона долларов на прототипирование и вплоть до выхода на первые продажи. Большое спасибо, как раз время подошло. Прошу. Пожалуйста, держи свои вопросы. Три вопроса. Первый вопрос я их сразу задам. У вас конкуренты все-таки указаны в Blackbox, ребята. Как же там Fortify и другие, те, кто занимается действительно анализом исходного кода. Второе, все-таки объем команды, потому что у вас заявлено большое количество языков и трудоемкость все-таки анализа исходных кодов, несмотря на то, что там проблема останова и прочие нерешаемые проблемы. Нерешаемые, все равно достаточно большая. И третий, какой основной метод вы используете при анализе исходного кода? То есть судя по заявленному списку, что вы сразу за столько языков взяли, если это паттерн матчинг, там греб. Давайте отвечу, значит, количество людей в команде. Это 12 человек, имеется в виду технического персонала. То есть не убираем, не берем силов каких-нибудь, это все отдельно. Если мы говорим про… Первый ваш вопрос был про поводу компании конкурентов, то мы, в принципе, возможно, упустили, абсолютно могу честно сказать, но мы в первую очередь смотрели на те компании, которые занимаются анализом именно для веба. То есть не просто анализом как таковым, потому что, ну, как что анализировать. И на последний вопрос ответ будет следующий, что основные вещи, которые, как правило, достигаются, это понижение уровня приоритета, очень классик. Меня интересует название алгоритма, их немного там. Pattern matching, date analysis. Pattern matching. Вот я не знаю, что спросил предыдущий докладчик, терминологии я с ней не знаком. Я вам попроще сплошу, откуда вы уязвимости берете? Знаете, там, так как самое ценное в этом всем, это та команда, которая действительно 15 лет вокруг этого крутилась. Если мы говорим про… Давайте, про какие уязвимости? Нет, ну на что вы анализируете, вы сказали. Естественно, анализируете на наличие уязвимости. Откуда вы берете уязвимости, на наличие которых вы анализируете? Давайте так. Те уязвимости, например, из репозитория CVE берем, это один из глобальных репозиторий, касаемый уязвимости. Репозитория понятна, еще откуда? Значит, часть своих наработок, а код это как бы, ну, действительно там. Спасибо. Если вопросов, вопросов, я так понимаю, больше нет. Большое спасибо вам за рассказ по проекту, за ответы на вопросы. И разрешите представить следующую команду. Это команда AirVision, которая занимается автоматизацией централизованного управления, деятельностью по обеспечению информационной безопасности организации. Хорошо. Добрый день всем. Меня зовут Александр Бондаренко, я являюсь генеральным директором компании AirVision. AirVision – это специализированный программный инструментарий, предназначенный для руководителей, отвечающих за менеджмент информационной безопасности в компаниях. И это, наверное, одно из основных наших отличий в том, что безопасность традиционно воспринимается как такой прикладная дисциплина, ориентированная на решение конкретных технических задач. Однако в последнее время серьезно растет потребность именно в управлении, в эффективном управлении этой деятельностью. И эффективное управление требует, собственно говоря, специализированных инструментов. И это именно то, на чем мы фокусируемся. На создании инструментов, позволяющих эффективно решать задачи менеджмента и Б. Хочу представить вам нашего клиента Алексея, директор по информационной безопасности в крупной компании, являющейся частью международной группы. Алексею и его команде приходится решать постоянно огромное количество задач, связанных с менеджментом. Необходимо оценивать соблюдение требований законодательства, взаимодействовать с бизнесом, отчетность, эффективность, контроль рисков. И все это приходится делать в условиях достаточно ограниченного ресурса человеческого, который есть у Алексея, и проблем с привлечением высококвалифицированных кадров, способных решать подобные задачи. Вот именно эти проблемы, с которыми мы сталкивались постоянно в рамках своей предыдущей консалтинговой практики, и натолкнули нас на мысль создания специализированной системы, которая, по сути, позволит менеджеру и команде консолидировать всю необходимую информацию, проводить аналитику и максимально автоматизировать рутинную деятельность этого менеджера, для того, чтобы он мог сконцентрироваться на решении наиболее ключевых задач и принятии решения на основании той информации, которую он получает. Продукт модульный и содержит ряд компонентов, каждый из которых направлен на решение определенных задач. Уже готовы компоненты в области риск-менеджмента, инцидент-менеджмента, комплайнс-контроля. Ведется разработка модуля, связанная с инвентаризацией управления активами. Всего в roadmap сейчас заложено 7 модулей, которые в перспективе должны перекрыть весь спектр задач, которые стоят перед менеджером по информационной безопасности в компании. То есть, по сути, система, которая позволяет информацию консолидировать, визуализировать и выгружать необходимую отчетность, которая может потребоваться для взаимодействия с бизнесом, для взаимодействия с регуляторами. Рынок. В настоящий момент клиентами компании уже являются более 70 организаций. В России большая часть из них – это банки, потому что в этой отрасли наиболее интенсивно развивается законодательство и наиболее остро ощущается потребность в такого рода инструментах. Однако уже сейчас мы, в принципе, выходим и за рамки этой отрасли, уже появились клиенты, не банковские компании, и за рамки России есть первый клиент в Беларуси, Казахстане. Появился интерес у ряда компаний в Азербайджане. То есть, понятно, ближайшие соседи, с кем мы начали уже общаться. На ближайшую перспективу мы планируем не только развиваться в России, то есть это не только банковский сектор, это крупные компании, но основные отрасли в России, понятно, это нефтегаз, энергетика, государственные компании. И также выходить на международный рынок, потому что проблемы, которые я озвучил, они стоят на самом деле перед менеджерами во многих странах. То есть это и азиатские регионы, и ведущие экономики Европы, и Северная и Южная Америка. Средняя оценка наша по продажам за инсталляцию системы – это 20 тысяч долларов. И дальнейшее, помимо этого, еще 30% от этой стоимости будет проносить техническая поддержка в год. Это, естественно, цифра средняя, потому что все будет развить от размера компании-клиента. Команда, всего сейчас команда – это 10 человек. На слайде это ядро. Все основное возникло, как симбиоз между, с одной стороны, экспертами, консультантами, которых за плечами многолетний опыт работы в консалтинге, и они понимают, собственно говоря, что нужно клиентам, какие задачи перед ним стоят, и как их решать. С другой стороны, разработчики, которые смогли это знание воплотить в программный код, который помогает клиенту решать его задачи. Мы ищем инвестиции, мы их оцениваем в 30 миллионов рублей. Собственно говоря, планируем их использовать для того, чтобы, с одной стороны, развить разработку, с другой стороны, выйти на новые рынки. Уже сейчас есть клиенты, которые готовы приобретать продукт при наличии в нем дополнительных функций, которые мы еще не успели в него интегрировать. То есть рост нашей клиентской базы, он напрямую зависит от интенсивности нашей разработки. Все, я готов ответить на вопросы. Мои контакты на слайде. Большое спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, если я правильно понял, это есть некая пустая база, в которой нужно наполнять различными показателями, скажем, оценкой рисков и так далее, а потом она будет в красивом виде что-то выдавать. Ни в коем случае. Как раз таки, как я сказал… А как она оценивает риски, извините, тогда? Она что, сама оценивает риски? Нет. Вы сказали, что это пустая база. Это не пустая база. Мы заранее закладываем в нее всю необходимую аналитику для того, чтобы можно было оценить риски. Дальше речпер, который работает с системой, он должен просто дать ей входные данные по конкретно своей системе. Вот вопрос, не сложнее ли будет давать входные данные в системе, чем, так сказать, оценивает риски по известным? Ну, я по одной, по один блок говорю. Это первый вопрос. Второй вопрос, уже такой вот реализуемый. Вы сказали, 26 тысяч долларов в год получается. Интересно, какие банки вам могут заплатить такие деньги? Это из первой сотни, но им это не нужно. Они имеют мощную команду, остальные не заплатят вам такие деньги, у них их просто нет. По моей информации, спасибо. Да, спасибо за вопросы. Нет, там было 20 тысяч долларов, но поддержка еще, давай, давайте я открою. Давайте я отвечу. Первый вопрос был связан, не проще ли. Вот как раз таки не проще, потому что именно с этими проблемами клиенты к нам обращаются. Им не проще делать это руками, им нужна система. Это с одной стороны. С другой стороны, наша разработка как раз таки и ведет к тому, чтобы максимально автоматизировать эту работу, чтобы как можно меньше требовалось действий от менеджера команды, потому что у него не хватает на все усилий. А второй вопрос был по поводу ценника. Этот ценник не сейчас, это ценник, который мы оцениваем в рамках роста клиентской базы, естественно, не в банковском секторе Российской Федерации и не только в Российской Федерации, естественно. Хотя за такие деньги клиенты готовы покупать и в России в том числе. Это действительно не такая большая сумма. Ну, по нашим, по крайней мере, оценкам. Да, добрый день. Значит, вопрос первый. Как этот продукт отличается от имеющихся на рынке решений, от большого количества производителей? Или, в общем, может, я не совсем понял, это функционал? И второй момент. Насколько продукт интегрирован для того, чтобы создавать дашборд, нужно создавать ее на основе какой-то входной информации. То есть он должен собирать эту информацию от имеющихся у вас других систем, которые отвечают за информационную безопасность. С кем вы уже синтегрированы, насколько эта интеграция проработана? Сперва по поводу конкурентов. Я могу сказать, что вот то, о чем я говорил, что есть решения такого класса, они сейчас больше ориентированы на техническую сторону вопроса, то есть на сбор логов, на выявление каких-то аномалий в этих логах. Но мы как бы концентрируемся и в дальнейшем планируем концентрироваться именно на вопросах менеджмента, аналитики и то, что необходимо для принятия решений. Я не скажу, что таких решений нет. На самом деле в России есть уже пара крупных игроков, которые обратили внимание на этот сегмент. Рынок еще не поделен, по крайней мере, в России. В мире есть тоже крупные вендоры, кто создают подобные системы, однако тоже рынок еще не сложился. То есть даже Гартнер, решения такого класса относят их к GRC, даже Гартнер этот сегмент начинает дробить, потому что слишком много появилось разных решений с самого разного плана и называющихся абсолютно одинаково. Мы фокусируемся на конкретной задаче менеджмента информационной безопасности. Да, потребуется интеграция, вы абсолютно правы. В настоящий момент мы начали интегрироваться с решениями класса CM. Не могу сказать, что это какая-то там глубокая многолетняя проработка этого вопроса. Сейчас эта работа только начата. Но и, конечно же, в рамках той самой автоматизации, которую нужно обеспечить в дальнейшем, эта интеграция потребуется, безусловно. И уже сейчас мы ведем переговоры о партнерстве с рядом компаний для того, чтобы эту интеграцию в дальнейшем усилить. Александр, большое спасибо за рассказ по проекту. Большое спасибо за ответы на вопросы. Я хотел бы пригласить на сцену рассказать о следующем проекте Артура с проектом Soda. Проект называется Koda. Здравствуйте, меня зовут Артур, компания Koda. Я расскажу про новейшую систему борьбы с редкостными программами. Проблема распространения редкостных программ сегодня как никогда актуальна. За прошедший год их число достигло порядка сотни миллионов экземпляров. Почему? Как все происходит? Появляется новая редкостная программа. Она заряжает тысячи компьютеров. Потом она так или иначе попадает в руки вирусного аналитика. Он ее анализирует. Выпускает обновления для базы сигнатур. И база обновляется, и редкостная программа блокируется. Но за время от ее выхода до блокировки она успевает натворить все необходимые действия. То есть украсть личные данные и нанести в ряд экономики. Таким образом технологии защиты всегда на шаг отстают от технологии атаки. Что мы предлагаем? Мы считаем, что настало время отвечать не на вопрос, что такое вредоносная программа, а что такое легитимная программа. То есть как должна себя вести нормальная, здоровая программа. И как найти в ее работе аномалии, то есть необычное поведение. И это необычное поведение мы будем оценивать как потенциальную угрозу. Такие алгоритмы уже существуют, но, к сожалению, они обладают высоким процентом вложек срабатываний. Поэтому мы создали архитектуру кода. Она состоит из агента, то есть это клиентское ПО, которое ставится на защищаемый компьютер и записывает поведение всех программ на этом компьютере. Эксперт – это сервер, который собирает все данные от агентов и производит их анализ. И консультант. Консультант – это такой сервер, который собирает данные от всех защищаемых нами сетей. Кто наши конкуренты? Наши конкуренты – это проактивные части антивирусов и ХИПС-системы. Чем мы этих отличаемся? Мы поставляем систему, которая адаптируется для защиты конкретной сети с конкретными установленными в ней программами. То есть нам не нужна никакая база сигнатур, значит мы можем работать практически автономно. Кроме того, наша система обнаруживает аномалии, а не вредоносные программы. То есть для нее нет никаких новых и старых вредоносных программ. Она все обнаруживает за одинаковое время. Кроме того, так как защита для каждой сети уникальна, то даже если будет взломана одна из сетей, другие не пострадают. То есть мы таким образом избавляемся от массовых эпидемий. У нас сильная команда, у нас сильная научная команда. Поклоновский Максим Викторович более чем 15 лет работает в области системного программирования и компьютерной безопасности. Серехов Анатолий Николаевич – профессор заведующей кафедры. Нас поддерживает в качестве консультанта Александр Туркот. И я сам со студенческих времен занимаюсь компьютерной безопасностью и системным программированием. Мировой рынок компьютерной безопасности огромен и быстро растет, особенно в России. Кому мы планируем это продавать? Мы планируем продавать это как бизнесу. И у нас есть соглашение о намерениях с одним крупнейшим государственным предприятием и обычным пользователем. И мы будем бесплатно поставлять клиентское ПО и собирать платные подписки на наши версии серверов консультантов. Текущее состояние. У нас есть proof of concept с реализованными в нем нашими алгоритмами анализа программ. У нас разработана архитектура системы, и нам требуется средство для годовой разработки прототипа. Через год после разработки планируется начать продажи. И через два года мы планируем выйти к 100 тысячам пользователей. Это все. Вопросы? Большое спасибо. Коллеги, а вы вообще на конкурентов-то смотрели? Да, конечно. Ну вам такие названия как там Farai, McAfee, что-нибудь говорят? Я смотрел именно со сами хипсы, то есть Safe & Sec и Defense Wall. Ну хорошо. Вы как там, я не знаю, сэндбоксы смотрели? Конечно. Ну и чем это? Это не сэндбоксы. Через два года, когда вы собираетесь куда-то выходить, рынок будет поделен. Это совсем не сэндбокс. Ну это хуже гораздо. У вас технологическая проработка, вообще говоря, не соответствует задаче просто совсем. В смысле? Ну в прямом. В прямом смысле. То, что вы хотите делать, такими средствами сделать нельзя. Если вы хотите, например, все сэмплы загружать в вашу замечательную систему, она упадет, если у вас нет префильтринга. Если вы не используете сигнатурные базы, у вас нет префильтринга по сигнатурам. Если у вас нет репутационной базы, у вас нет префильтринга по репутации и так далее. У вас покушение с негодными средствами. Подождите, я не понимаю. Я вам в перерыве объясню, если хотите. Мы можем предоставить тесты соответствующие. Мне более, может быть, попроще. Вот смотрите, вы предлагаете вашу систему как альтернативу решениям антивирусным существующим? Как альтернативу их частям в плане проактивной защиты, то есть защиты от заражения. Ну вот еще раз, тогда следующий вопрос. Если все-таки вы оставляете и существующую систему, и вашу систему, какие требования к производительности от вашей системы? И не завалите ли вы обычную работу? Потому что почему антивирусные системы решают задачку и сигнатурным методом, и другими методами? Потому что если решать задачку только одним методом, как вы сказали, вы попадаете в ловушку. У вас любой, все, скажем так, вредоносы ловятся за одинаковое время. Найдется тут же умный хакер, который вам напишет вредонос, который будет косить под нормально работающую программу с точки зрения ваших поведенческих анализов. И вы его пропустите, а сигнатурный бы метод его не пропустил. Во-первых, по производительности текущие версии мониторов тормозят систему всего на 10-15%. И мы еще будем это улучшать. Не, ну хорошо. А если, например, вредонос обнаруживает, что он в контролируемой среде, вы делаете статический анализ? Например, если у него отложенный запуск вредоносного кода на две недели. Как вы это найдете? Тогда мы это найдем в момент его запуска. Через две недели? Когда он полностью распространялся в вашей организации? Мы не делаем никакой статистический анализ, только поведенческий. Ну, есть над чем поработать. Если у меня есть вопросы, большое спасибо за рассказ. Я думаю, вопросы были очень интересные по проекту и дали возможность дальше доработать проект. Тем временем я хотел бы позвать на сцену представителей следующей команды. Это команда трафика с проектом мониториума. Так, а микрофон, микрофон. Всем день, день добрый. Меня зовут Русанов Валерий. Я представитель компании трафика. Я являюсь менеджером продукта. И сегодня бы я хотел рассказать про наше новое направление, сочетание нашей системы, DLP-системы с направлением Big Data. На данный момент, соответственно, наша компания занимается анализом сетевого трафика. Мы имеем достаточно большой опыт в этой области. У нас есть достаточно мощный движок контентного анализа. И сейчас у нас стартанули два направления. Это направление Big Data и системной интеграции. По поводу направления, куда мы идем, это DLP-системы в High Enterprise и Enterprise уровнях компаниях. Соответственно, в этих компаниях есть специфические проблемы, которые связаны со сложностью архитектуры, сетевой архитектуры, с огромным количеством данных. И обычно требуются еще высокие возможности в масштабировании проекта. На данный момент Gartner оценивает рынок DLP-системы порядка 830 миллионов долларов, которые он достигнет по оценкам к 2017 году. Ну и у нас есть достаточно большое количество конкурентов, как на российском рынке, так, соответственно, и на мировом. Что на данный момент представляет наша система сейчас? Это коробочное решение фактически для SMB-сегмента, но при этом у нас есть успешные установки и в достаточно крупных компаниях с количеством пользователей, там, превышающих 6000 пользователей. Наша система может защищать полный периметр сети и, соответственно, имеет высокую пропускную способность. Также хотелось бы отметить, что наша система достаточно легко управляется, и то, что мы работаем изначально в SMB-сегменте, заставило нас сделать достаточно дружелюбный и удобный интерфейс. И, соответственно, я бы сказал, что мы этим достаточно хорошо отличаемся от конкурентов, смотрим на лучшие варианты, то, что есть у них, дорабатываем свои. Ну и на российском рынке, соответственно, есть достаточно большой плюс, то, что мы поддерживаем достаточно хорошо русский язык, в отличие от западных конкурентов, и хорошо работаем с нашими нативными сервисами, там, Mail.ru, Яндекс, Рамблер и так далее. То есть полностью, ну и, соответственно, ВКонтакте и так далее. Так, презентацию можно обратно? Что-то сломалось. Вот, соответственно, Big Data, зачем она нам, собственно говоря, нужна? Big Data нам позволяет, ну, она позволяет работать с огромным количеством данных нативно, и мы хотим, соответственно, повысить существенно… Ну, у крупных компаний, получается, обычно объемы данных, которые необходимо собрать, проанализировать проблемы с безопасностью, порядка, там, нескольких, ну, там, до петабайта примерно данных в течение года накапливается. Такие данные уже проблема где-то хранить и, безусловно, строить по ним отчеты. Мы хотим с помощью новейших технологий все это решить фактически одним махом. И, кроме этого, мы получаем такие дополнительные бенефиты, как анализ аномального поведения пользователей и приближаемся к таким проактивным вещам, которые позволяют блокировать, например, систему, машину, которая начинает вести себя аномально. Чего мы хотим… ну, каких мы хотим инвестиций? Для того, чтобы быстро стартануть этот проект, мы бы хотели собрать, добавить в нашу команду порядка шести специалистов высококвалифицированных. Мы ожидаем, что затраты на это будут порядка одного, одного и двух миллионов долларов на один год и два месяца. И, соответственно, при продукте, при средней цене в high enterprise от 200 тысяч долларов до трех миллионов сроки окупаемости будут фактически минимальными. Нашими стандартными покупателями являются банки, страховые компании и государственные компании. Ну и вот еще roadmap, но я уже, видимо, выбиваюсь из… Спасибо. Большое спасибо за рассказ про проект. Уважаемый член жюри, прошу задать вопросы. Да, вот, а я, честно говоря, опять не понял, а в чем фишка? Ну, с DLP-продуктами, я надеюсь, вы знакомы. Немножко. Вот, собственно, полностью все занимаются анализом, выявлением, ну, тем, что выходит наружу, анализируют, соответственно, что пользователь отправлял, но для крупных компаний возникает достаточно большая проблема, как я указал, что объем данных, которые мы хотим проанализировать, скажем, ну, мы выявили, что, например, там полгода назад у нас там была потенциальная утечка, и мы хотим теперь построить, например, отчет за полностью все время, посмотреть, какие вещи подозрительные, ну, покопаться во всем объеме данных, которые были отправлены из компании за год. Вот, и это составляет достаточно большую проблему. Да неужели? Ну, вот, с нашей точки зрения, да. Мне кажется, в этой аудитории есть как минимум два человека, которые с вами не согласны. Я вот не очень поняла про бигдата. Вот вы говорите, то есть вы собираетесь анализировать технические параметры, правильно я понимаю, сбор технических параметров со всех устройств и дополнять это контентным анализом. Правильно я понимаю, да? Ну, по большей части мы будем анализировать именно контент того, что пишется на внешние устройства, то, что отправляется в сеть. Да, это стандартно. Нет, но это стандартно. Но вот то, что вы хотите разработать, вот на новую разработку, вы хотите анализировать еще и параметры принтеров там и так далее. Мы уже это делаем, и мы планируем, ну, скажем так, на данный момент мы затыкаемся на объеме, который мы можем положить там в стандартную базу данных. Понятно. А не подскажете, в чем состоит техническая инновационность? Собственно, на данный момент я себе не представляю системы, которые, ну, DLP-системы, которые работают на стыке именно там DLP-системы и бигдаты. Это нам позволит хранить существенно больше данных и существенно быстрее строить отчеты. Не поняла про бигдату, ну ладно, бог с ним. Тогда скажите еще про… Ну, вон, забыл вопрос. Скажите, пожалуйста, а за счет чего, вот предыдущие товарищи, конкурентные преимущества технологические, за счет чего вот другие не умеют обрабатывать большие данные, а вы хотите сказать, что вы умеете, за счет чего вы это умеете делать? Можно в двух словах? Мы на данный момент еще не можем, мы их можем обработать, но не сможем, скажем, их сохранить полностью все. Зачем их сохранять? Зачастую одной из таких важных задач является сохранить полностью все данные, которые выходили из компании, и потом проанализировать, где была утечка. А вам такой термин «лингвистическая стигонография» знаком? Ну, я представляю себе, что такое стигонография. Лингвистическая стигонография. Ну, в целом понятно. Ну, вот из компании может утечь все, что угодно. Я с вами абсолютно согласен. Все, что угодно, и вы никогда в жизни никаким контент-анализом это не найдете. Я с вами абсолютно согласен. Коллеги, большое спасибо за вопросы. Докладчику огромное спасибо за интересный рассказ про проект. И как раз я хотел бы сейчас пригласить на сцену представителя следующей компании. Это компания «Ваккорд». Занимается проектом некоперативного разнования лиц на базе инновационной технологии 3D-машинного зрения. Алексей, прошел. Нет, 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 другой. Там папочки. Там, в принципе, как видео лучше, либо слайды. Пока разбираются с презентацией. Я представлюсь. Меня зовут Алексей Кадышвили. Я технический директор компании «Ваккорд». И сегодня хотел бы рассказать вам об одном из проектов нашей компании. О системе трехмерной идентификации человека по лицу. Чтобы сэкономить наше время, я презентацию расскажу словами. На экране просто покажу ролик, который демонстрирует, как, собственно, система работает. Это, наверное, будет понятнее всего. Только если можно, ролик запустили. Итак, пока ролик запускают. Предметная область, которой мы занимаемся в данном проекте, это биометрические системы. Значит, на текущий момент биометрия используется в задачах, там, где необходимо идентификация или аутентификация человека. То есть аутентификация – это задача про то, что мы должны подтвердить личность человека. То есть, допустим, человек представляет свой паспорт, мы должны подтвердить, что это действительно его паспорт. человек пытается получить удаленный доступ к какому-то сервису, мы должны действительно подтвердить, что это тот человек, за которого он себя выдает. Человек пытается получить доступ в какое-то помещение, мы должны убедиться действительно в том, что это тот самый человек, который должен пройти в помещение. Задача идентификации – это задачи про то, что мы должны найти человека. Например, мы можем искать преступника в толпе или покупателя в магазине. Если можно, мы можем вытащить. Соответственно, на текущий момент основные биометрические технологии – это распознавание по отпечаткам пальцев, по радужной оболочке глаза и по лицу. Отпечатками пальцев эта технология является наиболее распространенной на текущий момент. Она хорошо известна, она дешевая, она точная, но у нее есть большой недостаток. Она кооперативна, вы в обязательном порядке должны что-то потрогать, чтобы вас идентифицировали. И эта технология из-за этого получается достаточно медленной, потому что требуется взаимодействие человека с прибором. Следующая технология – это технология идентификации по радужной оболочке глаза. В этом случае по-прежнему сохраняется высокая точность. Технология достаточно быстрая, но она очень дорогая. И третья технология – это технология распознавания человека по фотографии, по лицу. В этом случае технология получается дешевой, быстрой. Она удобна для использования. Она может использоваться как в кооперативном, так и в некооперативном режиме. то есть человек может знать или не знать, что вы его пытаетесь идентифицировать. У нее одна проблема, она не точная. Как только человек отклоняется больше на 15 градусов от камеры, с которыми мы его пытаемся зафиксировать, на этом любое автоматическое распознавание заканчивается. Собственно, технология, которую мы разработали, это технология, которая позволяет этот недостаток убрать. То есть мы в нашей системе делаем трехмерную модель лица человека, и дальше эту модель мы используем для распознавания. Собственно, наше основное достижение состоит в том, что мы научились делать эту трехмерную модель на лету и в некой оперативном режиме. То есть человек просто проходит через рубеж контроля, который представляет из себя две стереокамеры, и в реальном времени, в течение буквально 1-2 секунд, мы создаем трехмерную модель этого человека и можем сравнивать его по базе розыска или сравнивать его с его паспортом. У этой технологии очень важное преимущество в сравнении с другими технологиями 3D-распознавания связано с тем, что у нас есть информация не только о форме лица, но и о текстуре. Благодаря этому мы можем сравнивать не только 3D-образ с 3D-образом, но мы можем сравнивать и 3D-изображение человека, которое мы получили с помощью нашей системы, с обычной фотографией, которая у нас, например, может быть, в случае, если речь идет о каких-то розыске, каких-то людей, например, преступников. При этом точность распознавания получается выше, чем если мы сравниваем 2D с 2D. Причем, что очень важно, что вычислительная платформа, на которой церилизована, она тоже относительно недорогая, то есть это просто обычный персональный компьютер с графическими ускорителями. Рынок, на который ориентирована эта система, достаточно большой, порядка 13 миллиардов долларов он составлял в 2012 году. Растет этот рынок примерно на 13% в год до 2020 года, во всяком случае, так прогнозируют. И, собственно, технология наша является достаточно уникальной, потому что существующие альтернативные технологии 3D-распознавания, они построены на структурированной подсветке, которая обладает рядом существенных недостатков и серьезными ограничениями применимости технологии. На этом время подошло к концу. Большое спасибо за рассказ по проекту. Уважаемые члены жюри, прошу вас задать вопросы. Слушайте, ну вы говорите так, как будто до вас ничего не было, но все эти 3D-модели, начиная с A4Vision, который появился, по-моему, лет 13 назад и заканчивая Apple, все это как бы совершенно общие места. В чем, собственно, ваше преимущество? Непонятно. Значит, если сравнивать с тем же самым A4Vision и все, что было после него, все вариации на тему. Туда же можно добавить Kinect и так далее. Их основная проблема заключается в том, что как только выглядывает солнышко, их работа заканчивается. Это первая проблема. Вторая проблема, что вся информация, которая у них есть, это информация только о форме поверхности. То есть там нет текстуры. Соответственно, если у вас изначально человек не внесен в базу, вы с помощью этой системы его не сможете идентифицировать. Это, если коротко, основные отличия. Вы говорите о пользовательских отличиях. Может, они есть, может, они нет. А я говорю о сущностных. Например, позвольте вас спросить, где это опубликовано? Опубликовано что? Ваша алгоритмия. Ну, наша алгоритмия, вообще говоря, является нашим коммерческим ноу-хау, поэтому, конечно, алгоритмы мы не опубликуем. Но у нас есть ряд публикаций в профильных конференциях, где мы докладывали о своих результатах. Коллеги, есть ли еще вопросы? Хорошо, большое спасибо за рассказ про проект. Сейчас я хотел бы пригласить следующего участника нашего мероприятия. Это представитель компании Чикец с безопасным USB-устройством с проектом. Хорошо, кликер, вот вам коллега даст. Здравствуйте, меня зовут Ислам. Я представляю компанию ЧитЭч. Компания, которая занимается разработками в области систем автоматизации и других умных устройств. Сейчас я хочу поговорить об устройстве, которое является технической системой защиты информации. То есть это USB-носитель информации, который имеет именно техническую защиту. То есть, допустим, на сегодняшний день есть несколько систем защиты информации на USB-носителях. Это есть по отпечаткам пальцев, есть и другие системы. Наша система отличается тем, что, допустим, если вы теряете свой носитель информации, чтобы доступ к информации другие люди не имели. А делается это за счет использования передающего устройства. Допустим, это получается, если вы отдаляетесь от своего устройства-носителя, то доступ к этому устройству-носителю и, соответственно, к информации другие люди получить не могут. Вот, в принципе, та проблема, которую мы решаем. Кто в этом нуждается? В принципе, это понятно. Те люди, которые хранят какую-то важную информацию на таких носителях. Это обычные пользователи, которые, опять же, боятся за свою информацию. В принципе, те системы, которые существуют, именно аппаратная защита информации, оказалось, что не все этим таким системам доверяют. И, в принципе, наша система от таких систем отличается. В принципе, здесь указан рынок. Ну, это, в общем, все носители информации, которые продавались, ну, и прогноз на 2016 год. Вот, в настоящее время создан прототип этой системы. Ну, здесь не очень разборчиво. Есть передающие устройства, есть сам носитель информации. Ну, команда – это я, как генеральный директор этой компании. Есть в команде еще Мансур, это экономист, и есть несколько людей, которые занимаются именно разработкой. Ну, это наш опыт. И вот мы действительно ищем инвестиции. На старт вот этого проекта нам необходимо 2 миллиона. Это эти деньги необходимы для того, чтобы создать минимально жизнеспособный продукт и уже развивать его. И на этом у меня все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Коллеги, прошу задавать вопросы. А все-таки технология-то как работает? Расскажите. Технология работает следующим образом. Есть сам носитель информации, есть передающие устройства в виде брелка, которую вы носите с собой. И получается, если вы отдаляетесь от своего носителя, то доступ к информации блокируется. То есть само устройство носителя блокируется. А если я потерял брелок, то что? То необходимо уже обращаться к нам, чтобы установить. А шифрование-то чем вас не устраивает? Шифрование – это, в принципе, тоже хороший метод, но в данном случае мы идем по другому направлению, именно аппаратная защита, не программная, а именно таким образом. Нет, все-таки я не понял. А вот скажите, пожалуйста, у вас информация на носителе зашифрована? Нет, информация на носителе не зашифрована. Тогда в чем проблема? Носитель заполучить, информацию снять. Именно дело в том, что мы закрываем доступ, чтобы невозможно было получить доступ к информации. А как вы это делаете? Это делается за счет использования именно аппаратной блокировки вот этой информации. То есть там именно сама схема этого носителя отключается, когда вы отдаляетесь от этого источника, то есть носителя информации. Там информация записана в незашифрованном виде. Вы снимаете блокировку, подсоединяетесь к ней. Да, в принципе так. В принципе так, наверное, работает. Но дело в том, что мы планируем сделать сам носитель, чтобы невозможно было аппаратно туда проникнуть и получить информацию. Ну хорошо. Тогда у меня по бизнес-модели на самом деле есть вопрос. Вот у вас приведены данные по USB токенам, ну по USB драйвам. И написано, что там сейчас 275, через три года будет 300. А почему вы думаете, что будет 300? Мне кажется, что будет гораздо меньше. Ну это не наши данные, это данные аналитиков, которые нам предоставили. Нет, ну давайте с вами подумаем, а зачем сейчас современному человеку USB флэш? Вот у меня нет USB флэш. Да, дело в том, что… А давайте попросим поднять руки сейчас в аудиторию тех, у кого с собой USB флэш есть. Ну в принципе есть. Видите, 50%. А через три года будет еще меньше. Да, это действительно так. Коллеги, уважаемые члены жюри, желаете ли кто-то задать вопросы докладчикам? Следующий проект, который я хотел бы представить, это проект, который разработан российским квантом-центром, а именно проект квантового шифрования. Прошу докладчику выйти на сцену. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алексей Федоров. И я хотел бы рассказать вам о квантовой криптографии, проекте, который в данный момент разрабатывается российским квантом-центром, будет точно сказать. Вообще, те разговоры о безопасности, которые мы ведем, они существенно различны. Говорим мы о безопасности на алгоритмическом и математическом уровне. Или мы говорим о какой-то некоторой фундаментальной безопасности, гарантированной, например, законами природы. Потому что то, что мы сейчас используем, все системы шифрования с открытым ключом, это системы, которые гарантированы стойки при определенных ограничениях на вычислительные ресурсы противника. И это известно, что квантовый компьютер может взломать любые системы с открытым ключом. Поэтому то, о чем думаем мы, это переместить проблему информационной безопасности из области математики и теории алгоритмов в физику. То есть обеспечить информационную безопасность на уровне законов природы. Итак, благодаря чему это можно сделать? Например, благодаря системам распределения ключа, оптическим системам. Потому что передавая информацию единичными фотонами, мы можем гарантировать то, что если она будет перехвачена, мы будем об этом знать. Это достигается благодаря тому, что фотон не может быть скопирован, фотон не может быть разделен, это квант, это одна частица. И нельзя провести измерения, не разрушив квантовое состояние. То, что мы собираемся делать, это несколько проектов. Это главная тематика распределения ключа, это два подпроекта. Первая из них — это разработка прототипа криптографии по коммуникационным линиям, то есть по оптоволокну. И вторая — это разработка квантовой криптографии в свободном пространстве. Значит, наш опыт позволяет нам разрабатывать такие системы, поскольку наша команда обладает компетенциями как в области фундаментальной науки, квантовой оптики. Проведено много экспериментов с единичными фотонами, с их источниками, их детектированием. Так и некоторым коммерческим опытом. Мы заинтересованы в инвестициях, потому что квантовая технология — это такая хорошая область, в которой нельзя не инвестировать, потому что это будущее. Любой предел эффективности системы — это квантовый предел. И то, что мы собираемся представить, это две системы. Система, как я уже упомянул, распространения ключу. Кабелям, которым может быть интересно. Например, банкам, любым коммерческим организациям. Вообще всем организациям, которые хотят защищать свою информацию. И систему распределения ключа в открытом пространстве, в том числе спутниковую систему, которая может быть интересна, например, государственным или военным, для государства или военных учреждений. Итак, какая основная идея? Мы хотим увеличивать длину кабеля, длину канала связи, по которому мы хотим распределять ключ. И это возможно благодаря целому пласту технологий, которую мы предлагаем. Мы предлагаем новые повторители для квантовых каналов. Мы предлагаем новые алгоритмы. Я имею в виду новые протоколы распределения ключа. Мы предлагаем новые источники. Мы предлагаем новые детекторы. То есть по всем направлениям канала, то есть источник приемника средораспространения, у нас есть свои технические предложения. Ну и сейчас мы сосредоточиваемся на построении системы квантового распределения ключа до 250 километров. Значит, у нас 250. У нас есть некоторый опыт. В нашей команде присутствуют люди, которые делали первую установку квантовой криптографии в России. Мы заинтересованы в сотрудничестве с теми, кто делает квантовую криптографию в открытом пространстве. Это Новосибирский, это научно-исследовательский институт Новосибирский. И то, на что мы сейчас сфокусированы, это квантовые повторители. Это система для того, чтобы увеличивать длинное распространение ключа. Спасибо. Спасибо большое за доклад по проекту. Уважаемые члены жюри, прошу задавать вопросы. Можно уточнить, квантовая криптография, вы имеете в виду передачи одного фотона, вы называете квантовой криптографией? Более точно, конечно, говорить не квантовой криптографией, а квантовое распределение ключа. Это система, где ключ формируется при помощи передачи сообщений единичными фотонами. То есть есть Алиса, есть Боб. Они обмениваются единичными фотонами. И есть алгоритмы, которые позволяют после проведения некоторой обработки им получить информацию, им обменяться абсолютно секретным ключом, который в дальнейшем будет использовать как ключ для one-time pad. Передать фотон с сохранением состояния на 200 километров. Более точно, значит, поляризовать фотон. Фотон будет находиться в состоянии суперпозиции. Когда мы его измерим, он приобретет некоторую поляризацию. Например, мы кодируем информацию поляризацию, мы измеряем поляризацию, мы получаем ноль или единица. Более точно это описано в протоколах. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете результат прошлогодний, недавний относительно? Без повторителей 300 километров в космосе Астрем сделал. Да, это замечательный результат. А как вы его оцениваете? Вы говорите 250 и с повторителями, а здесь 300 с учетом атмосферы и все прочее. Мы говорим о 250 в кабелях, в которых есть. В кабелях, да. А они сделали в атмосфере. Хорошо. Просто ваша оценка. Ну, давайте я выскажу две оценки. Во-первых, кто это сделал, вам известно? Да, конечно, известно. А это группа из какой страны? Она европейская. Она европейская. Мы, конечно, в России можем использовать западные технологии для обеспечения информационной безопасности, но это просто парадигмально неправильно. То есть те технологии обеспечения и защиты информации должны разрабатываться в стране, в которой они будут использоваться. Я про другое спросил. А с технической точки зрения… Мой вопрос абсолютно технический. Как вы расцениваете этот результат по сравнению с вашим? Этот результат пока лучше, чем наш. Спасибо. Вы знаете, бизнес-модель детально не прозвучала. Согласен. Значит, что вас в большей степени интересует? Мы заинтересованы в инвестициях. Суммы инвестиций, в которых мы заинтересованы для всех трех проектов, они здесь представлены. Бизнес-модель – это, собственно, создание коробочки, девайса для того, чтобы распространяться ключом между двумя точками, между Алисой и Бобом. То есть есть рынок, мы этот рынок оценили. Может быть, вот последняя, наверное, на презентации самая нижняя строчка даст ответ частично, что будут, я так понимаю, устройства… Вопрос в четыре минуты, чтобы рассказать о фундаментальной новой технологии. Это, конечно, довольно мало. Меня бы, как злоумышленника, очень бы заинтересовали ваши повторители. Ну, конечно, это основная проблема. Да, потому что когда без повторителей, ну, все круто. А с повторителями-то… Есть возможность… Конечно. Да, есть возможность сделать систему, которая… То есть, как бы, основная проблема, если я правильно вас понимаю, что вы говорите, что любой повторитель – это, в принципе, как злоумышленник. Нельзя отличить злоумышленника от повторителя. Ну, это во-первых. А во-вторых, ну, то есть компрометация повторителя, и все в шоколаде. Ну, в принципе, можно сделать. То есть утверждается с фундаментальной точки зрения, что можно сделать повторитель, и мы знаем, как его сделать. Да нет, можно просто взять ваш и сломать. Каким образом? Ну, покажи. Вы его покажите, а мы вам объясним, как. Ну, вот, хорошо. Коллеги, большое спасибо за вопросы. Там по времени немножечко уже подходит к концу. И сейчас я хотел пригласить на сцену следующий проект, который… Проект, который будет последнее в сегодняшней печь-сессии в рамках направления информационной безопасности. Это лаборатория НАТСИС с проектом Tempresto. Прошу выйти на сцену. Добрый день. Меня зовут Крижановский Александр. Я генеральный директор лаборатории НАТСИС. И мы делаем проект Tempresto для предотвращения DDoS-атак. DDoS-атака – это отправка большого количества запросов серверу, так что он оказывается перегружен и не в состоянии обработать нормальные запросы пользователей. Штука серьезная. Может завалить любой большой ресурс, даже отдельный сегмент интернета. Вот данные по рынку предотвращения DDoS-атак. Мы еще немного цепляем рынок веб-аппликашн-фрейволов. Для них также полезны решения Tempresto. Рынок, на самом деле, защита от DDoS уже поделен очень крупными и сильными игроками. Поэтому мы используем немного другую стратегию, такую, как в свое время использовал MySQL. Мы открываем исходники и свободно распространяем базовую версию продукта и зарабатываем деньги на платном модуле, поддержке и кастомизации продукта. Есть специальный тип Application-Revel DDoS. Он сейчас очень часто звучит на профессиональной конференциях iWatch, ReadConf и так далее по защите от DDoS. Атаки опасны тем, что они нацелены на самое слабое звено вашей инфраструктуры, конкретно вашего сайта, и эффективно его вводят из строя. Эти атаки очень тяжело ловятся. Простейшим примером сложности фильтрации таких атак является отфильтровать запросы пользователя с конкретным IP-адресом и некоторым содержимым этих запросов. Вообще это можно делать на уровне прикладных HTTP-серверов, но это медленно. Использовать firewall тоже не получится, потому что они работают на уровне ниже. Правильное решение – это здесь Deep Packet Inspection. На самом деле большие игроки в основном используют этот подход. Нет в open source решения достаточно дорогие. И давайте посмотрим дальше. Вообще говоря, никого не интересует о том, что есть на его сайт DDoS или нет. Всех интересует стабильная работа сайта, и чтобы сайт работал быстро. Решение этой задачи в нормальных обстоятельствах, когда нет DDoS, хорошо помогают обычные сети доставки данных. В них используется, как правило, прикладная HTTP-сервера для каширования контента. Если мы совместим обе проблемы для того, чтобы наш сайт всегда хорошо и быстро работал, нам нужно построить сеть фильтрации и каширование данных. В ней будут использоваться прикладные HTTP-сервера в сочетании с firewall или DPI-решениями для фильтрации. И здесь возникают проблемы, на которые мы смотрим. Возникают дополнительные коммуникации между программным обеспечением, избыточной функциональностью и в целом решение получалось не таким быстрым, как могло бы быть, для того, чтобы бороться с экстремальными нагрузками во время DDoS. Соответственно, идея проекта — это использование мощных и очень специфичных технологий для решения общей задачи производительности сайта, как в условиях DDoS, так и без атаки. Мы используем ряд технических новшеств. Здесь они в списке есть, готов рассказать в любое время про них. Если сравнить наш подход с другими подходами, TMPES — это единственный и вообще первый гибрид HTTP-аксерератора и firewall. И по сравнению с более низковыми решениями он представляет отличную производительность и по-прежнему доставляет весь функционал, который доступен обычным HTTP-серверам. Рыночная цена у него от нуля, это за базовую версию, до 35 тысяч долларов за платную версию. У нас интернациональная команда, все разработчики очень опытные. Мы сейчас помогаем нашему заказчику сделать очень быстрый web application firewall. На рынке высокопозаводительных сетевых вычислений мы уже шесть лет и выпустили уже свой продукт на сети DPI, который ведет реальный трафик. Вот список наших клиентов. Хочу заметить, что у всех у них есть свои очень сильные отделы разработки и они по-прежнему пользуются нашим консалтингом. Я ищу здесь клиентов и партнеров. Денег мы не ищем. Основные области работы – телекоммуникации, сети доставки данных, сети фильтрации, хостинг-провайдер и просто большие веб-ресурсы. Все, спасибо. Большое спасибо. Прошу задавать вопросы. А по покупаемости проекта? То есть вы окупаетесь сейчас, правильно я поняла? Мы нет, совершенно не окупаемся и не скоро выйдем. У нас есть… Изначально мы консалтингом занимаемся, делаем заказную разработку. У нас есть сейчас свой продукт DPI, который начинает окупаться. Темперс мы делаем просто на свои деньги. А вот среди конкурентов не было RedWire. Вы их смотрели вообще? Я смотрел, но просто на самом деле я сказал, что конкурентов много, они очень сильные и как бы сильно определен рынок. Поэтому мы не можем… Мы пока никто, да? Мы не можем сделать какую-то свою коробку и ходить ее всем предлагать. То есть мы должны подняться снизу с техническими специалистами. Вот среди заказчиков у вас Beeline, например, указан. Он недавно RedWire внедрил. Beeline – это история 2008-2010 года. Мы до них делали DPI, специальную систему подсчета статистики онлайнования. Ну, понятно. А, например, Akamai, они примерно 30% всего мирового трафика через себя пропускают. Как вы вообще с ними можете конкурировать? Вот Akamai – это вообще… Ну, как бы это то, куда мы хотим идти. Это как раз и CDN, и фильтрация трафика, да? Потому что на России есть у нас сети фильтрации трафика, они не делают акселегацию. Мы не делаем свой сервис сети. Мы предоставляем такое решение для людей, кто, например, строит в России сети фильтрации, сети кэширования, для крупных компаний, которые могут сделать себе акселераторы и поставить решение по фильтрации. То есть мы не будем конкурировать с такими большими сетями, как Akamai и прочее. Ну, как вы видите своего заказчика? Вот кто вас будет покупать? Большая компания, у которой есть своя ферма серверов, это компании, которые создают свои решения по фильтрации трафика, но сейчас используют, например, решение Arbor, Cisco и так далее. И, ну, собственно, да. А почему они должны быть недовольны Arbor, Cisco, Redwari и так далее? Что их там должно не устраивать, чтобы они купили вас? Ну, смотрите, если посмотреть на то, что делает Ростелекома, такая кома, это еще презентация 2012 года на Харлоде вместе с кулатором. Все это строилось так, что у них есть жилетские, по-моему, они строили это все на Arbor, где жилетская фильтрует низкоуровневый сетевой трафик, а прикладную логику они уже сами точили. И вот как раз в том месте, где точится прикладная логика, где идет обработка, там мы можем предоставить нашу платформу для создания анализаторов высокоэффективных таких штук. И второй момент, что я хочу сказать, Arbor, это не просто самостоятельная жилетская, это Bivio. С Bivio мы работали, и по сути это достаточно проблемная жилетская, она стоит очень больших денег, и мы способны достать на обычных интерферских комжелезе, это интерферский адаптер плюс чипы, производительность, преодходящую в жилетской Bivio. То есть в принципе можно будет общаться с теми же Arbor и прочими поставщиками вот этих решений для того, чтобы они использовали нашу технологию. Спасибо. Коллеги, может быть последний вопрос, потому что мы так немножко запознаем. У меня вопрос. Сейчас сервис по защите от DDoS, во-первых, есть там небезызвестный Highload Lab, и во-вторых, есть Касперский. Вот вы больше расцениваете их как конкурентов или как возможных технологических партнеров? Я с Александром Вильямином общался как раз на файловере. Мы с ними будем обсуждать то, чтобы… Как раз обсуждали, какое решение у них. У них, насколько понял, как раз DPI и плюс HTP сервера типа NGINX, ну свой разработанный. И в принципе наше решение, оно интереснее, потому что DPI, он вынужден либо два раза обрабатывать HTTP трафик, либо он должен обмениваться сообщением между этими приложениями. У нас же, у меня в блоге есть описание технологии, то, что мы построили, встроили систему в TCP IP стек, операционную систему, и мы способны на ядра несколько миллионов пакетов перемалывать. То есть они скорее как партнеры и, возможно, клиенты. На этом большое спасибо за доклад. Спасибо. Вот я попрошу организатора поставить следующий слайд, и можно в кликер. Сейчас как раз подгружаю следующую презентацию. Хотел сказать буквально несколько слов по дальнейшему… Так, секундочку. По дальнейшему как раз процессу. В настоящее время члены нашего уважаемого жюри подведут итоги, и мы выберем одного из победителей. На этом слайде я хотел бы представить непосредственно членов нашего жюри. Прежде всего начнем. Павел Богданов, партнер «Алмаз Кэпитал», Руслан Бондарев, руководитель департамента экспертизы «Сбербанк Технологии», Сергей Вельц, руководитель подразделения направления цифрового бизнеса «Сбербанк Технологии», Андрей Вышлов, региональный директор «Семантик», Сергей Гордеевич, заместитель генерального директора «Позитив Технологии», Сергей Горшков, руководитель подразделения технологического исследования «Сбербанк Технологии», Сергей Дмитриев, руководитель, генеральный директор научно-технического центра IBM, Сергей Еремин, управляющий партнер Microsoft SeedFund, Наталья Ивановна Касперская, генеральный директор InfoWatch, Михаил Кадр, заслуженный инженер, системный инженер ЦИСКО, Александр Кулешов, директор института проблем передачи информации, Михаил Левашов, советник генерального директора финансовой корпорации «Открытие», Анна Нинахова, инвестиционный директор WebCapital, Сергей Топоров, инвестиционный менеджер Leto Group, Игорь Камел, управляющий директор департамента развития цифрового бизнеса «Сбербанк Технологии», Дмитрий Шахатаров, директор департамента «Сбербанк Технологии» и Павел Эгис, генеральный директор российского представительства «Макафи» России и страны СНГ. В настоящее время мы подводим итоги, члены жюри оценили 12 проектов, которые мы заслушали, в настоящее время выберем победителя. Также я хотел бы обратить внимание, что в рамках этой печь-сессии предусмотрен специальный приз от «Сбербанка», это Google Glass, соответственно, одна из компаний будет номинирована этим призом. Также я хотел обратить, что сегодня первый день, когда любая компания, реализующая проект в области информационной безопасности, может подать заявку на участие в конкурсе iSecurity. Сегодня первый день приема заявок, заявки будут приниматься до 30 сентября. На этом большое спасибо за ваше участие, большое спасибо жюри за работу и оценки проектов и готов передать наш павильон в следующей сессии. Сейчас мы соберем все бланки, подведем итоги, посчитаем, кто был победитель и, соответственно, оформим протокол. Пока не расходитесь, пожалуйста, сейчас пройдет коллега и соберет все бланки, если не собрал еще. Спасибо. 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 Спасибо.